Шотландский остров Шотландский остров Шотландский остров Шотландский остров Шотландский остров Шотландский остров А еще один выпрыгнул буквально вот здесь. На водоеме есть еще двое других рыболовов, вон там в другом конце. Поэтому эта сторона никак не прессуется лесками. А вон и еще один, только что показался на поверхности, вон там. Да, очевидно, в этом участке есть несколько карпов. Пожалуй, я остановлюсь в этом секторе и проведу свою первую ночь именно здесь, поскольку тут точно есть рыба. Очень быстро смеркается. Дождевые облака грозили разразиться ливнем в любой момент. Я решил залезть на дерево, которое давало хороший обзор сверху участка. Это также дало мне лучшее представление о более чистых точках, куда я мог бы забросить насадку. С высоты дерева я смог заметить небольшую стаю карпов, вальяжно плавающих водорослях. А также несколько перспективных точек в тени дерева. Я поспешно достал чехол с удилищами с тележки и прикрепил маркерное грузило «Грэплинг» к безопасной клипсе, чтобы попытаться найти те самые небольшие чистые участки, которые я увидел с дерева. Поскольку водоем был очень мелководным, мне было очень трудно почувствовать удар грузила «Одно». После каждого заброса мимо чистого участка на грузило цеплялись водоросли, поэтому мне пришлось совершить не один заброс, и к тому моменту, когда я нашел подходящие участки, было уже довольно темно. Ну что же, я нашел точку вблизи коряк, в левой части сектора. Вместо того, чтобы забросить лишь одиночную насадку, я попробую воспользоваться небольшим ПВА-мешочком, внутри которого положу немного пелица, а также два поп-апа. Этот нехитрый прием позволит мне осуществить заброс, мешочек растворится, поп-апы всплывут на поверхность, естественно, пелец останется на дне водоема рядом с насадкой. Всплывшие на поверхность поп-апы дадут мне возможность обойти водоем и при помощи рогатки забросить небольшое количество прикормки поверх оснастки. Это даст мне уверенность, что насадка лежит в прикормленной точке, поскольку у меня нет времени на доскональное изучение своего сектора перед тем, как стемнеет, или же перед тем, как начнется сильный ливень, который может растворить мой ПВА-мешок. Более того, когда я протащу поводок сквозь мешок, жало крючка окажется внутри него. Это похоже на насаживание ПВА-стика, но все же это не стик, поскольку он заполнен исключительно пелицем. Я аккуратно протыкаю жало крючка внутрь мешка, чтобы он случайно не затупился, а частицы пелятся. Это также защитит само жало крючка. Сверху дерева мне показалось, что на дне участка есть низкие водоросли. В точке очень мелко, поэтому я думаю, что обыкновенный ПВА будет слишком сильно выделяться. Вот почему я решил воспользоваться вовтором нейтральной плавучести, который медленно тонет на дно под тяжестью крючка. Завтра, как только у нас появится возможность, мы подробно ознакомимся с монтажами и обсудим текущую ситуацию. Сейчас же мне надо насадить обратно отбойный конус. Вот так. Я использую грузило весом 4 онца и на безопасной клипсе Слик. В этом водоеме большие заросли густых водорослей, поэтому клипса Слик очень быстро сбросит такое тяжелое грузило. Я буду пользоваться преимущественно камуфляжными клипсами, потому что это очень прозрачный и мелководный водоем. Не думаю, что это будет простая ловля, однако давайте все же попробуем. Отлично. Оснастка попала точно в цель. Теперь побежали на тот берег. Ах да, не забыть про прикормку. Как раз достаточно для одной поклевки. Я забросил одно удилище в точку, но мне еще нужно было забросить два моих других до наступления темноты. При поиске точки ловли на заросших водорослями водоемах, я часто направляю вершинку удилища прямиком в точку заброса и аккуратно подтягиваю плетенку пальцами. Это позволяет мне лучше понять структуру дна по передаваемым сквозь плетенку на мою руку вибрациям, а также не дает мне упустить потенциально перспективные точки. Несмотря на это, найти подходящую точку было не так-то просто, и я потратил приличное количество времени, которого было достаточно, чтобы дождь усилился. Так или иначе, мне все же удалось обнаружить точку, которая была достаточно большой для расположения двух оснасток. Поэтому я решил заклипсовать оба удилища на одну и ту же дистанцию, в надежде на то, что Эд повысит мои шансы на поклевку. После этого мне оставалось лишь быстренько установить свой фронтьер и лечь спать, чтобы набраться сил перед ранним подъемом на следующее утро. Доброе утро! Ну и суматоха же была вчера вечером. Я старался побыстрее забросить удилище, при этом последнее было заброшено уже после наступления темноты. Последний спомб с прикормкой был отправлен в точку примерно в 15 минут 12-го. И мне кажется, что поскольку забросы и наведение порядка в секторе были произведены так поздно, почти что под ночь, к тому же мне пришлось немного пошуметь с поисковыми забросами, я просто спугнул рыбу. Очевидно, что сейчас здесь гораздо меньше рыбы, чем было вчера. Тем не менее, я ведь видел несколько рыб, у меня было пара потяжек сегодня утром. Я думаю, что потяжки случаются так, как рыба ходит в водорослях, ближе выбранных мной точек. Одним словом, в участке по-прежнему есть рыба. Да, этого количества явно недостаточно для меня, чтобы я однозначно мог сказать, я остаюсь в этом свиме. Поэтому сегодня мне придется активно использовать свои глаза в попытках придумать дальнейший план ловли, приняв решение остаться здесь и дожидаться возвращения рыбы, или же попытать счастье уже в другом месте. По всей вероятности, этот дождь, который шел всю ночь, продлится в ближайшие пару дней, что не может меня не радовать. Сейчас середина июля, и у нас давненько не было никаких осадков. Разумеется, перемещаться в дождь всегда труднее, однако это не остановит меня от идеи переместиться, если этого потребуют обстоятельства. Если мне нужно будет переместиться, я это, конечно же, сделаю. Ну что же, чайник уже давненько пыхтит. Сейчас я заварю себе чайку и продолжу наблюдать за водоемом, чем я, собственно, и занимался последние 4 часа. Надеюсь, я дождусь каких-нибудь знаков, которые подскажут мне, что же делать дальше. Ну все, я сдаюсь. С тех пор, как я решил прогуляться в первый сектор, что было, в общем-то, не так уж и давно, учитывая, что сейчас примерно 9 или 9.30 утра, мне уже не сиделось на месте. У меня было навязчивое ощущение, что я ловлю не там, где надо. Уже не было прежнего количества рыб в участке. У меня прекратились подтяжки, я перестал видеть выходы рыбы. Поскольку это мелководный водоем, я бы видел эту рыбу, если бы она действительно была у меня в секторе, поэтому я принял решение вымотать оснастки и прогуляться по водоему. Сразу оговорюсь, что я не полностью отказываюсь от ловли в этом углу, поскольку рыба легко может вернуться обратно в участок, с которого исчезли лески. Я уже давно заметил, что рыба очень боится леса, потому что несколько карпов уже испугались моей лески. На поросших водорослями водоемах леска проходит поверх водорослей, и, увы, с этим ничего невозможно поделать. Одним словом, я не вычеркиваю этот свим из списка перспективных, я подбросил прикормку в прибрежную точку, на которой у меня было одно удилище вблизи коря. Я зафиксировал дистанции ловли и ориентиры, поэтому если мне придется возобновить ловлю в этом секторе, я буду готов в считанные минуты. После того, как я вымотал все три удилища, я отправился осматривать дальний конец водоема. Это было невероятно мелководное место с глубинами от 40 до 60 сантиметров максимум. При этом большая часть водоема поросла камышом, обширные заросли которого служили местным обитателям отличным укрытием. Большим подспорьем оказалась обзорная лестница в самом крайнем участке, с которой было отлично видно водоем. В кристально чистой воде я смог заметить потрясающие перспективы, чистые участки среди водорослей, а также группы темных силуэтов, парящих над ними. После стремительного марш-броска с одного конца водоема в другой, я занялся подготовкой удилищ к забросу, который я должен был произвести максимально незаметно и тихо. Мне только что удалось обнаружить рыбу в этом очень мелководном заливе. Это место максимально удалено от моего участка, в котором я расположился первоначально. Я увидел одного карпа, хвост которого показался из воды, и он им махал на поверхности. Этот участок сильнее порос водорослями, однако все же здесь имеется несколько чистых пятаков посреди зарослей водорослей. Именно поэтому сейчас я вяжу шарнирный Стив Рик с мягкой лидер-секцией, что позволит мне забросить оснастку прямиком в водоросли. При этом поп-ап будет расположен поверх самих водорослей, для чего я и вяжу весьма длинную лидер-секцию. У нас начался короткий ливень, который, к счастью, быстро прекратился. Однако, по прогнозу, по-прежнему обещают дожди. Поэтому давайте поспешим с изготовлением оснасток и поскорее забросим удилища в воду, делая это как можно тише. Местная рыба очень осторожная. К тому же, как я уже сказал, глубина здесь не превышает 60 сантиметров. Вот так выглядит монтаж, который я собираюсь забросить. Как вы можете заметить, я положил поп-ап в ПВА-сетку и насадил его на крючок. Все дело в том, что у меня просто нет с собой плавающей ПВА-пенки. Мой поп-ап практически сбалансирован весом крючка, поэтому, когда грузило упадет на дно, дополнительная плавучесть поп-апа позволит держать поводок в вертикальном положении над водорослями. Это даст мне уверенность в том, что крючок не запутается в водорослях. Когда ПВА-сетка растворится, поп-ап всплывет на поверхность, а сам монтаж плавно погрузится и расположится поверх любых водорослей в точке ловли. Сверху деревом не видно, что это очень низкие водоросли, поэтому 30 сантиметров мягкого материала Комотекс будет вполне достаточно. Ну что ж, будем надеяться и ждать. Кстати, сейчас я вижу, как одна рыба кружит в самой точке, поэтому кто знает, как все сложится дальше. Перед забросом я быстренько проверил, была ли рыба по-прежнему в той же точке, куда я планировал забросить. К счастью, все так и было, поэтому я забросил рогаткой несколько 20-миллиметровых бойлов в надежде слегка отпугнуть рыбу из точки. К моему удивлению, рыба вовсе не горела желанием перемещаться, и поскольку дождь начинал уже усиливаться, я решил, что пришла пора действовать. Мне показалось, что оснастка приводнилась чуть дальше, чем нужно, однако, учитывая то, насколько пугливая местная рыба, я не решился рисковать и делать перезаброс, и оставил все как есть. Оглядываясь назад, стоит сказать, что заброс получился идеальным. Оснастка упала примерно в трех метрах от кормящейся рыбы, у которой не заняло много времени найти мою насадку. Брэд, Брэд, дружище, подай мне, пожалуйста, мои вейдерсы. Карп ушел в камыши. Он уже засел в тех камышах. Проклятие. Это был мощнейший паровоз. В точке ловли очень мелкая рыба быстренько скрылась от меня. Это настоящий дьявол на том конце. Рыба прячется в камышах на дальнем берегу. Я надеюсь, что все же смогу добрести до нее и вынуть ее из укрытия. Это что-то невероятное. Насколько же мощная эта рыба. Опа! Немного провалился. Здесь мягкое дно. Но я знаю, что сейчас будет твердое, потому что я уже вижу немного гравия впереди. На самом деле, сверху гравия есть весьма много ила. Однако под илом находится опять твердый гравий. Это очень жесткий участок. Как вы видите, на леску намотались водоросли. Нам не пришлось долго ждать этой поклевки после смены участка ловли. О, я вижу свой желтый поп-ап. Я только что слегка испугал рыбу. Ну что ж, это было поистине сумасшедшее вываживание. Однако мне удалось вывезти рыбу из камышей. Брэд, наш оператор, надел вейдерсы и решил присоединиться к моему веселью здесь, в воде. Рыба кружит по поверхности. По всей видимости, это неплохой чешуйчатый карп. Эта рыба сначала скрылась в камышах, а потом сама же из них и вышла. Поэтому давайте же просто спокойненько заведем эту рыбу в подсачек и закончим эту эпичную схватку. Теперь можно смело сказать, что мы поймали нашего первого карпа, который также является и моим первым карпом на этом новом для меня водоеме. Я в нереальном восторге, несмотря на отвратительную погоду и проливной дождь. Это потрясающе! Наконец-то! Какой восхитительный старый чешуйчатый карп! Очень темный! Его цвет напоминает мне каштан! Мне нравится такой цвет! Огонь! Я счастлив! Мне нравится! Спасибо! На этом, когда жизнь закончится! О да, какая замечательная рыба. Какой же это великолепный чешуйчатый кард. Я без ума именно от таких особей с темной, почти что черной головой, переходящей в каштановые и оранжевые оттенки. Нереальная рыба. И кажется, я извлек для себя уже несколько важных уроков. Я понял, что не нужно быть перфекционистом в плане выбора точек ловли и заброса. Важнее искать рыбу и забрасывать оснастки как можно тише. Для того, чтобы не сильно пугать рыбу в точке, я забросил буквально десяток 10-миллиметровых бойлов в тихоокеанский тунец, что позволило мне спокойно забросить свой желтый поп-ап. Все остальное вы уже видели сами. Первая и, надеюсь, далеко не последняя на этом новом для меня водоеме рыба. Какая же классная рыба. Кстати, у нее один ус расходится на два. Замечательный карп. Настоящий трофей. После того, как я навел шороху в свиме, разгуливая в вейдерсах с подсадщиком, я решил сместиться на два сектора и встать в большом просторном заливе, на который пал мой взгляд в тот день. Было очевидно, что рыба-то здесь есть и что она активно кормится. Периодически рыба играла на поверхности, а также пускала цепочки пузырей, активно роя ил под низкими водорослями на входе в залив. Поскольку моя первая рыба клюнула на шарнирный стифрик, я решил использовать эту оснастку на всех трех удилищах. В качестве насадки я использовал желтый поп-ап NS1. Я был уверен, что в тот день у меня еще будут поклевки. Итак, я чуть сместился назад, ближе к центру водоема. По факту это соседний сектор, отсюда открывается большой залив. Наблюдая за рыбой из этого сектора, не знаю, видите ли вы это у меня за спиной, можно легко заметить, как рыба активно пылесосит дно примерно на расстоянии двух третий до того берега. С этого берега мне нужно сделать не такой уж и дальний заброс, примерно на 80 метров. Однако, поскольку я уже прекрасно знаю, насколько местная рыба пуглива и как она боится забросов, я постараюсь подойти к рыбе как можно ближе. Поэтому я забреду в Вейдерсах, взяв с собой сразу два удилища, чтобы свести к минимуму мое нахождение в воде. Надеюсь, так я меньше потревожу рыбу. В качестве насадки я использую два одиночных желтых поп-апа. Будем надеяться, что они сумеют обмануть рыбу, как это уже было с предыдущим карпом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ловить в таком мелководном участке – это что-то с чем-то. Рыбе некуда скрыться, поэтому она прет напролом. В этом участке было весьма много рыб, которые активно пузырили. Ох, а эта рыба пошла в сторону других зарослей водорослей. Так вот, рыба активно пускала пузыри и всячески проявляла себя на поверхности, на дистанции примерно в две трети до дальнего берега. Я только что говорил с Брэдом, нашим оператором, что я удивлен, что пока у нас не было еще ни одной поклевки. Пару минут спустя сигнализатор залился пронзительным визгом. Сейчас эта рыба быстро плывет в моем направлении. Кажется, мне снова придется зайти в воду, иначе она обогнет вон ту стену камыша. Это настоящее безумие. Вываживание в мелком пруду – это что-то совершенно невообразимое. Ну что, ты устал, дружище? Да, ты уже устал. Поймал. А нет, еще не до конца. Ну уж, давай, полезай в подсачек, я тебя поймаю. Поймал. Замечательно. Это очень странное ощущение, когда тебе удается сопоставить имеющуюся информацию, принять решение и что-то изменить, после чего все начинает вставать на свои места. После смены тактики ловли за 4 часа у меня было две поклевки. Это очень хороший результат. В итоге у нас в подсачке плавает небольшой, но вероятно красивый темный зеркальный карп. Такая ловля экран. С越 any властями. А вот и еще один классный темный карп, на этот раз это зеркальный карп. Какой он непоседа. На его туловище имеется уникальный рисунок, напоминающий мозаику. Какие красивые темные тона. Несмотря на то, что вес этой рыбы также составляет примерно 7 килограммов, в этом водоеме есть обитатели весом гораздо больше 18 килограммов. Здесь обитают карпы самых разнообразных пород и размеров. Надеюсь, что сегодня ночью нам удастся поймать что-нибудь покрупнее. Однако мы определенно на верном пути сейчас находимся. И вроде бы у меня начинают уже получаться соединять частички пазла воедино. Итак, как же начиналась моя ловля на этом озере? Разумеется, я никогда прежде не бывал на этом водоеме до этого, поэтому я планировал использовать те методы, в которых я уверен на все 100%. И именно этим я занялся в первый день. Я начал ловлю с плана А, который, как правило, состоит в поиске перспективных чистых и твердых участков среди водорослей, после чего я, как правило, и ловлю с найденных точек. Именно это я и сделал в первый вечер. Как видите, это не сработало. В начале рыбалки я использовал вот такой вот поводок. Он связан из мягкого материала в оплетке Каматекс крючка Стифрик с загнутым внутрь жалом четвертого номера. На волосе стояла розовая насадка, которая медленно опускалась на дно подвесом крючка. Именно такой монтаж я всегда использую для ловли с чистых и твердых участков. Однако результаты дальнейшей ловли дали понять, что это было ошибочное решение, потому что я сходил в другой конец водоема, забрался на лестницу, увидел кормящуюся рыбу, так же, как и множество крошечных чистых окошек. Но рыба кормилась не в самих окошках, а непосредственно в водорослях. Казалось, она избегала этих окошек. В этот водоем не выбрасывается большое количество при кормке, поэтому рыба питается естественным кормом, который вполне естественно находится в водорослях. Теперь я точно знаю, если сделать слишком много забросов, то можно легко напугать местную рыбу, поэтому мне потребовалась оснастка, которую можно было бы положить с одного заброса и которая давала бы мне уверенность в своей эффективности. И вот на какой монтаж я перешел. Он уже принес мне две рыбы. Сейчас я расскажу вам про этот монтаж, а также научу его вязать. Итак, я использую монофильную леску Exotec цвета хаки с разрывной нагрузкой в 23 фунта. Я очень часто пользуюсь этой универсальной леской с разрывной нагрузкой в 23 фунта. Исключением являются ситуации, когда мне нужно выполнить заброс дальше, чем мне позволяет эта довольно толстая монофильная леска, диаметр которой составляет 0,4 мм. Одним словом, я стараюсь использовать наиболее толстую леску, исходя из ситуации. Эта леска представляет собой настоящий канат, который, я знаю, меня никогда не подведет. Я лучше перестрахуюсь и буду использовать более мощные снасти. Я также использую безопасную клипсу Sleek Camouflage. Эта клипса поставляется полноценным комплектом, однако я заменил стандартный конус, предназначенный для использования трубок или лидкоров, на удлиненный конус для ловли на голую леску. Этот конус постепенно сужается, переходя в основную леску, что позволяет избежать проблем с захлестом снасти при забросе очень длинных поводков, которыми я сейчас и пользуюсь. Поводку просто не за что зацепиться. В данной ситуации клипса Sleek хороша тем, что она легко сбрасывает грузило. Водоем порос густыми водорослями, поэтому мне нужно сбросить грузило как можно быстрее. Далее идет конусный отбойник, который входит в комплект. Под конусом находится вертлюк-быстросъемник, он также входит в комплект. Дальше у меня идет 30-сантиметровый поводок, связанный из мягкого материала в оплетке Comatex. В середине поводка я поставил два кусочка мягкого вольфрама. Лидер секция поводка прикреплена к чет-секции, которая является невероятно уловистой, если мы говорим про эффективность работы оснастки. Маленький кусочек желтой пенки позволяет мне идеально сбалансировать всю оснастку с желтым плавающим бойлом NS1. Я давно вымачиваю эти поп-апы в их родном бустере, поэтому если бы я не использовал пенку, то, на мой взгляд, насадка бы погружалась на дно слишком быстро при использовании такого длинного поводка, который должен лечь поверх водорослей. Мне очень важно, чтобы насадка тонула как можно медленнее, именно поэтому я проверяю работу монтажа у берега и в случае необходимости большим пальцем я сковыриваю излишки поп-апа, чтобы насадка тонула с идеальной скоростью и из раза в раз опускалась поверх водорослей. Вот так выглядит моя оснастка и сейчас я покажу вам, как ее вязать. Для начала нам потребуется взять материал Риджиди с разрывной нагрузкой 30 фунтов и отрезать кусочек длиной примерно в 15 сантиметров. Затем мы берем крючок с прямым жалом Стив Рик пятого номера и протягиваем поводковый материал сквозь ушко крючка, после чего начинаем формировать безузловой узел. Я делаю 7 оборотов. После этого к свободному кончику, отходящего от крючка, мы крепим микровертлюжок с колечком, протягиваем кончик обратно сквозь ушко и опаливаем при помощи зажигалки. Затем с другого конца материала Риджиди мы крепим другой более крупный вертлюжок с колечком 11 номера при помощи кровавого узла в один оборот. Когда вы будете вязать узел, не забудьте оставить припуск примерно в один сантиметр от крючка. Таким образом у вас получится чет-секция, которая будет располагаться примерно на высоте трех сантиметрах над дном. После этого отрежьте свободный кончик и снова опалите зажигалкой. Чтобы затянуть кровавый узел, я использую два многофункциональных инструмента, фиксируя один к крючку, а другой к вертлюжку, после чего плотно затягиваю узел. Это позволяет получить действительно прочный и надежный узел, который никогда не развяжется. Переходим к лидер секции. Отрежьте примерно 40 сантиметров мягкого поводкового материала в оплетке Комотекс с разрывной нагрузкой 25 фунтов. Затем привяжите его к вертлюжку с колечком 11 номера в вашей чет-секции при помощи петли восьмерки. Отмерьте 30 сантиметров, после чего свяжите большую петлю восьмерку с другого конца материала. Обрежьте свободный конец, после чего добавьте два кусочка мягкого вольфрама. Меньший кусочек располагается ближе к чет-секции. Более крупный кусочек находится ближе к безопасной клипсе. При помощи иглы с замочком поместите конусный отбойник поверх петли поводка, после чего прикрепите вашу насадку. Я делаю это методом опаливания. Для этого я протыкаю сам бойл, а также кусочек пенки насадочной иглой. Потом беру небольшой отрезок насадочной нити, которую я протягиваю сквозь ушко микровертлюжка с колечком на D-образной части чет-секции. Затем я складываю нити пополам и стаскиваю на нее свои насадки, после чего я обрезаю нить примерно в трех сантиметрах от насадок и опаливаю при помощи зажигалки. В итоге нам остается лишь прикрепить поводок к вертлюгу-быстросъемнику на безопасной клипсе и проверить работу оснастки у берега. Убедитесь, что ваша насадка тонет максимально медленно, что позволит ей расположиться поверх любого мусора, который может быть на дне в участке лова. Поскольку рыба по-прежнему была у меня в участке, я принял решение остаться в секторе с заливом. Я подготовил еще несколько шарнирных стифригов с мягкой лидер-секцией, поскольку у меня была огромная уверенность в том, что они могут принести мне рыбу. Я снова забрел на середину водоема, чтобы забросить два удилища, стараясь при этом шуметь как можно меньше. Я также принял решение забросить третье удилище справа от залива. При этом у меня было желание прикормить эту точку перед предстоящей ночью. Кормление с помбом даже и не рассматривалось по причине шума, которое бы оно наделало. Поэтому под каждое удилище я забросил лишь по паре горстей 10-мм бойлов Pacific Tune при помощи рогатки. К тому времени, когда я забросил все три удилища, уже начинало смеркаться. Поэтому я быстренько переоделся во все сухое и приготовил ужин перед тем, как закутаться в уютный спальник и заснуть. Субтитры сделал DimaTorzok Какой же бардак! М О, чешуйчатая торпеда. Он кленул на самое дальнее удилище и активно метался по заливу. Понятия не имею, сколько сейчас времени. Помню, что был мощнейший паровоз. Ну давай же, иди сюда, иди. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот так вот. Карп взят. Отлично. Есть еще одна рыба. На этот раз ночная поклевка. Как я уже сказал, этот чешуйчатый карп напоминает самую настоящую торпеду. На удивление, при вываживании этого карпа у меня возникло меньше всего проблем. И это с учетом того, что поклевка случилась ночью. К тому же мне пришлось помучиться, чтобы надеть на себя вейдерсы. Класс. Третья рыба. Я только что посмотрел на время. Буквально пару минут назад было ровно 4 часа утра. Поэтому уже совсем скоро будет светло. Как видите, опять идет проливной дождь. Он преследует нас по всему ходу этой сессии. Сейчас я быстренько перемещу карпа в отпускалку, где он будет плавать уже до восхода солнца. И уже после этого мы сможем хорошенько рассмотреть эту рыбу. Как же это здорово наслаждаться чашечкой ароматного чая ранним утром. Хотел сказать на восходе солнца, но у нас по-прежнему хмуро. И тем не менее уже стало светло. Поэтому я поспешу со своим чаем, и мы посмотрим на недавно пойманного мной трофея. Мне очень хочется поскорее достать его из отпускалки и посмотреть на этого карпа уже при свете дня. Какой красивый карп. Где-то 9,5 килограмм, а может быть даже и 10. Вы только посмотрите, у него совершенно отсутствует вот этот карп. Это плавник. Кажется, его никогда здесь и не было. Тут даже нет никакого хряща. Все полностью покрыто чешуйками. Странно, потому что второй-то плавник на месте. Какая необычная рыба. Как вам такой прогонистый чешуйчатый карп весом в 10, а может быть даже и 10,5 килограммов. Надо было слышать, как он паровозил. Это отличное подтверждение того, что на этом водоеме сложно предсказать, какой будет следующая рыба. У него нет плавников, и кажется, никогда их и не было. Вернее, у него есть только один плавник, второй же напрочь отсутствует. Это действительно уникальная рыба. Признаться честно, я снова начинаю подумывать над сменой сектора. Мне почему-то кажется, что рыба ушла из этого залива, и я слышал даже, как она проявляет себя уже в других участках водоема. Поэтому мне предстоят очередные быстрые сборы, еще один стремительный марш-бросок, и надеюсь, нам удастся поймать еще одну рыбу перед тем, как эта рыбалка подойдет к концу. Фантастика. Что за рыба? Вы только посмотрите на нее. А ведь мы только что делали кадры с пойманной ранее рыбой в воде, и я сказал, что собираюсь сменить сектор, потому что, как мне показалось, в этом секторе больше не было рыбы. И в этот самый момент поехало мое правое удилище. Я вижу, что рыба спряталась вон там, в камышах. Давай же, вылезай оттуда, вылезай. Кажется, она только что вышла. Да. Моя отпускалка, которая все еще находится вон там, в воде, плавала поверх одной из леса, когда кончик удилища начал подергиваться. Мы вначале подумали, что это от сумки. Однако вершинка настойчиво продолжала дергаться, и сейчас на том конце по-настоящему сердитый карп, который скачет из одних зарослей водорослей к другим. И я даже вижу, как они наклоняются, когда рыба касается их верхушек. Кстати, по ощущениям, это должна быть вполне себе неплохая рыба. Я даже уже и не знаю, менять сектор или нет, ведь я поймал здесь три рыбы. Это просто потрясающее чувство. На этот раз клюнул зеркальный карп. Получается чешуйчатый, зеркальный, чешуйчатый, зеркальный. Ну же, иди сюда, старый боец. Это также неплохая рыба. Неплохая. Давай же, пожалуйста, иди. Нет, не в этот раз. Неловко ткнул его подсадчиком. Молодец, Черингтон. А в этот раз, пожалуй, да. Вау, как же непредсказуемо развивается эта рыбалка. Эпичный сценарий. На этот раз к нам пожаловал зеркальный карп каштанового цвета. Встречайте. Кажется, он также весит примерно 9 килограммов. Фантастика. Нереально кайфую на этой рыбалке. Посмотрите на этот трофейк. Какая чистенькая рыба. Классный карп с небольшими чешуйками вот здесь на хвосте. Настоящий матерый карпище, который повидал на своем веку не одно вываживание. Какой же красивый карп. Он явно перевалит за отметку в 10 килограммов. Это уж точно я вам говорю. Как по мне, это будет превосходный результат. Ну уж давайте-ка его взвешиваем. Не забываем проверить плавники. 13 килограммов 250 граммов. Ну что, как вам такой закаленный боями? Матерый трофей весом чуть более 13 килограммов. Нет никаких сомнений, что это одна из самых крупных рыб в этом водоеме. Местная рыба не так уж давно отнерестилась, поэтому до нереста его вес, наверное, составил бы больше 14 килограммов. Я очень рад. Кончиками пальцев я чувствую эту старую морщинистую кожу с микротешуйками на хвосте. Как же я рад этой поимке. Поймать одного из наиболее крупных местных обитателей на своей первой рыбалке в жизни на этом водоеме. Я узнаю много нового. Именно так и складывается эта рыбалка. Нет никакого сомнения в том, что я не зря вчера мог под проливным дождем перемещаясь в новый участок. Это того стоило. Я безумно счастлив. После того, как я отпустил этого карпа, было очень мало признаков, что рыба еще находится в моем секторе. Поэтому я принял решение переместиться в другой конец водоема, где я и планировал провести остаток этой рыбалки. Брэд, наш оператор, был вынужден покинуть меня в тот вечер. И несмотря на то, что к тому моменту и так я уже получил великолепный результат, тем не менее, я решил остаться еще на одну ночь в надежде пополнить свой актив. Участок, в который я переместился, имел справа гряду нависающих над водой деревьев, где карпам определенно нравилось проводить время. Каждый раз, когда я заглядывал в этот участок по ходу рыбалки, там постоянно было много рыбы, прячущейся под ветками кустов. И поскольку я прикормил этот участок в предыдущий день, было бы настоящим безумием не попробовать там половить в последнюю ночь. Ночь не принесла никаких результатов, однако на рассвете пара коротких пиков на удилище вблизи коряг на затянутом фрикционе оповестили меня о поклевке, на которую я так рассчитывал. И после упорного вываживания мне удалось завести в подсачек восхитительного зеркального карпа, который и стал отличным завершением моей рыбалки. Этот очень мелководный водоем значительно отличался от озер и прудов, на которых я обычно привык ловить. Поэтому мне приходилось схватывать все на лету, адаптироваться к местным условиям и преодолевать трудности. Несмотря на провальную тактику в начале рыбалки, пять пойманных мной рыб впоследствии позволили мне провести великолепную первую рыбалку, которая принесла мне море восторга. Я очень надеюсь, что вам было интересно половить вместе со мной, и если вам предстоит ловля на действительно мелководном водоеме, как этот, то мой опыт так или иначе поможет вам провести успешную сессию. Время ловить карпа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok